Здравствуйте, друзья! Это моя розочка Champlain. У меня было много просьб рассказать про этот сорт. Вот я все-таки сегодня нашла время, подвязала наконец свой куст, потому что он у меня все время разваливается. Достаточно длинные и тонкие побеги, не держат цветы. Когда он зацветает, он все время лежит у меня на земле. Поставила ему опору, решила снять про него видео, показать вам. Сейчас конец июня. Вот так вот он зацвел. Стоит дикая жара у нас. До этого две недели лили каждый день, каждую ночь дожди. Но распустилась роза в жару. И дождей жару сорт держит хорошо. Моему кусту где-то лет шесть или семь. Высота он достигает где-то метр двадцать. И в ширину вот в таком подвязанном виде. Около метра, может быть также метр двадцать. Такой достаточно объемный куст образует. Это роза канадской селекции. У меня отлично зимуют Джин Дэвис и Champlain. Но я их укрываю. Укрываю одним слоем спонбонда плотностью 60. И замечательно они у меня зимуют по всей длине побегов. Вот такие вот цветочки. Они не крупные. Розочка цветет уже достаточно давно. Цветочки диаметром где-то 4-5 сантиметров. Ярко-ярко красно-розовые. Не выгорают. Вот такие они полумахровые. Сейчас скажу про запах. Практически не пахнут. Но в соцветиях достаточно их много. Я розу подвязываю. Если ее не подвязывать, то она образует достаточно рыхлый куст. Побеги ложатся в разные стороны. Мне так не нравится. Поэтому я розу каждый год стараюсь подвязать, чтобы придать ей какую-то форму. Тут еще у нее даже есть бутончики. Сорт цветет очень продолжительное время. Между цветениями есть достаточно длительный перерыв. Второе цветение наступает в конце лета. Начало осени уже не такое обильное, как первое. То, что про нее пишут, про хорошее здоровье, вы знаете, у меня сорт может вот в этот период, в период цветения заболеть мучнистой росой. Но если делать профилактику, то вам удастся этого избежать. Вот в этом году у меня он абсолютно здоров. Это происходит, возможно, потому что посажено на такое место, не очень освещенное. Но вот говорю, как есть. Из болезней, возможно, в период цветения немножко поражается мучнистой росой. Так, в целом, сорт здоров. У него глянцевая листва. Сейчас покажу поближе. Вот такой вот у него лист. Он не очень крупный, а круглой формы. Также на розе имеются шипы светлые, достаточно часто расположены, тоже не крупные. Я эту розу сажала уже давно и, начитавшись в интернете о правилах посадки, решила заглубить куст на 15 сантиметров. В результате первые два года куст не рос вообще у меня. После этого случая с чемплейном я перестала заглублять при посадке розы. Сажаю заглублением где-то один-два сантиметра, все зависит от почвы. И сорта отлично себя показывают в первый год, отлично развиваются и нарастают. В этом же случае у меня роза два года практически промучилась. Возможно, он перешел на свои корни, я не знаю, но только через два года он начал у меня расти. Нормально расти и развиваться. До этого все было не так хорошо. Я еще думаю, почему сорт мощный, почему он у меня не растет и поняла, что моя ошибка была в заглубленной посадке. Знаете, друзья, если рассматривать отдельный цветок, каждый цветок по отдельности, не представляет никакого интереса, но если отойти немножко подальше, то конечно очень красиво смотрится такая огромная шапка ярких цветов, не выгорающих. И еще я допустила, наверное, ошибку, то что посадила его на передний план. Конечно, роза для заднего плана, она крупная, она требует много места и отдельный цветок, он как бы не смотрится так же, как и с мускусами. То есть, если разбирать отдельный цветочек, то это не так эффектно, а эффект весь в массовом цветении. То есть, сорт будет смотреться красиво где-то вдалеке, на заднем плане образовывать вот такое вот яркое цветовое пятно. Возможно, этот куст был бы у меня еще выше, если бы я оставляла длину его побегов. Его я коротко обрезаю под укрытие под 40 сантиметров, как и всех остальных, и он у меня вот так вот отрастает. И возможно, он бы раньше бы зацвел, естественно, если бы побеги зимовали по всей длине оставленные. Он бы не тратил силы на наращивание цветов и новых веток, и возможно бы цвел немного пораньше. Но вот у меня вот такой вот он сейчас. Сегодня у нас 25 июня. Так выглядит сорт. Могу рекомендовать как беспроблемный, обильно цветущий, хорошо зимущий куст.